Всем привет! Сегодня мы будем продолжать делать нашу... наш Майнкрафт. И давайте продолжим делать анимацию. Ну, давайте сделаем новый спрайт, к чему у нас будет крепиться наш главный герой, то есть все его части тела. Мы делаем его желтым и уменьшаем, там, не знаю, под его размеры. Ну, более-менее, потом настроим. И давайте сразу дадим поведение. Поведение у нас в платформе. И давайте дадим поведение... ой, добавим еще один спрайт. Спрайт, по которому у нас будет ходить наш главный герой. То есть ставим его вниз сюда, вот так вот. И растягиваем. И добавим атрибут твердостью. Так, все нормально, давайте посмотрим. Так, смотреть пока нам не начало еще. Давайте перейдем к событиям. Сделаем такое событие, чтобы наш главный герой крепился. Заходим в систему и пишем всегда. Так, система и всегда. Так, и находим наше тело. И сюда пишем. Определить позицию по объекту. И выбираем наш вот этот желтый спрайт. Так, ну, теперь вы можете посмотреть, как это и выглядит. Конечно, у нас тут ничего нету. Вот, как вы видите, можно немножко... Сделать... Поменьше, или просто... Вот сюда вот поставить, пониже немножко. Нет, повыше. Ну, вот так вот самое-то будет. И давайте сделаем этот спрайт невидимым. Хотя нет, можно сделать немножко поменьше. У нас висит в воздухе. Вот так вот. Самое-то будет. И давайте займемся анимацией. Давайте создадим новую группу. Назовем главный герой. Ну, КГ. Перенесем сюда это событие тоже. И давайте сделаем такое событие. Если наш спрайт желтый идет, то запускается анимация. Так, запускается анимация. Как она называлась у нас? Бег. Ну, сюда ничего писать не надо. Это мы потом настроим. Так, ну, копируем это событие. Ставим вот сюда вот красный. Ставим вот это, короче. И меняем название бег на стоп. И сохраняем. Ну, теперь можете даже посмотреть, что у нас получилось. Как вы видите, он слишком долго поднимает ноги, опускает их. Для этого, чтобы увеличить скорость, заходим опять в наше поведение костной анимации. И в беге тут вот у нас увеличиваем скорость. Ну, давайте на 200. Потом попробуем другое поставить значение. Ну, не знаю, даже еще больше можно. Давайте поставим 400. Ну, мне кажется, это слишком быстро. Ну, давайте посмотрим. Давайте, нормально. Так. Ну, все. Ну, давайте еще сделаем прыжок. Если наш главный герой прыгает. То запускается анимация Jump. Или как она там называлась. Так, ну, давайте запустим, посмотрим. Так, у нас она слишком тоже медленно, значит, стоит. Или такой анимации не существует. Нет. Давайте поставим побыстрее. Так, ну, убираем зацикленность вот тут вот. И давайте еще разочек посмотрим. Так, я не понимаю немножко, почему у нас такая вот анимация получалась. Можно уменьшить скорость. Ладно. И так сойдет. Все. Теперь мы с анимацией закончили полностью с событиями. Так, ну, давайте... Что мы еще научимся делать в этом уроке? Так, ну, давайте сделаем все-таки нормальный прыжок. Просто тут в первый кадр давайте удалим. И давайте посмотрим, как он у нас будет прыгать. Вот так вот. И давайте сделаем приземление. И на этом урок мы закончим. Давайте назовем пресс. Так, и... Добавляем новый кадр. И сделаем его... Не знаю. Как он у нас приземляется. Так, вот так давайте. И тоже давайте перейдем в события. И сделаем это событие, чтобы у нас правильно отображалось. Ищем приземление. И сюда пишем. Перес. И давайте посмотрим. Так, значит, я не понял, почему у нас... Хотя давайте все-таки не будем с приземлением мучиться. Я не знаю, почему у нас не работает. Может, потому что это очень багнутая система. Я не знаю. Он не хочет работать. Так, ну, ладно. Давайте посмотрим, что мы научились делать в этом уроке. Мы научились пользоваться костной анимацией. И заставили нашего главного героя ходить. В следующей части мы научимся делать спавн объектов. То есть, чтобы у нас мышка могла бы двигаться по клеткам. И чтобы мы могли бы ставить блоки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok